Крынка, кувшин, ухват, заслонка для печи. Сегодня этими терминами в быту не только не пользуются, но и начинают забывать их значения. Вот Елена Птухина и собрала в небольшой комнате коллекцию старинных вещей, чтобы помнили. За шесть лет на полках появилось много чего. Тут громоздятся и старинные самовары, и резная прялка, и чугунные утюги. Сюда заправлялись горячими углями. Вот так размахивалась девушка, гладящая белье, утюжила его. И затем вот этой подошвой утюжила. Сельские жители начали приносить и иную утварь. Эти полки рассказывают о жизни сельчан в советские времена, о их военном прошлом. Экспонаты позволяют детальнее изучить и историю села, и даже рассказать о местных камнерезах. А вообще, говорит хранительница музея, каждая вещь тут уникальная. Вот, к примеру, берет с полки журнал «Общественница» за 1939 год. Этот журнал уникален тем, что даже в то время были рекламные вот такие вставки о рыбьем жире, например, о моде. То есть ничего и не предвещало, 1939 год не предвещало о том, что дальше, как повернется история нашей страны. Но самое удивительное, что большинство подаренных музею экспонатов сельчане находят на грядках. В хранившиеся десятилетиями в земле статуэтки, кувшины, вазы жители находят, когда перекапывают грядки. И по понятным причинам это все изделие из мрамора. Мрамор в былые времена в хозяйстве был просто незаменим. Раньше мраморный порошок добавляли даже в зубную пасту. Из мрамора вытачивали пуговицы. Не говоря уже о фундаменте для дома или письменных приборах. В селе Мраморское возведено шесть мраморных памятников. До сих пор в огороде, копая жителей села, находят интересные экспонаты. Муж нашел вот такое яйцо, тоже копая в огороде. В этом году, это по улице Красноармейская, дом 7, в огороде мы нашли вот такие интересные изделия. Что это значит? Я думаю, что это тоже или какая-то часть, может быть, шкатулку они хотели делать. История появления в музее этого козлика проста. Но жительница села Любовь-Шлег до сих пор считает его семейной реликвией. Рассказывает, что в начале 50-х годов он появился в семье ее родителей. Дом, где жили мама и папа, изначально был общежитием для девочек ФЗО. В 49-м году оно сгорело, и дедушка купил его для своей семьи. На первом этаже, в комнате, где жила охранница, хранительница этого общежития женского, которая смотрела за порядком девочек, у нее в комнате хранились два вот таких вот козлика. Видимо, девочки, которые учились резать вот эти вот поделки из различного камня, они, может быть, подарили этой женщине. И вот они у нее хранились. А потом они перешли в семью моей мамы. Музей и коллекция старинных монет – это самый любимый стеллаж местных школьников, говорит хранительница истории Елена Птухина. Монета «Три копейки» – достоинство 1903 года выпуска. Санкт-Петербург. Я считаю, для себя это находкой для нашего музея. В сельской библиотеке тоже, как в музее. На полках с книгами почетное место занимают фигурки из мрамора, тоже найденные на приусадебных участках. Вот такую вещь, изумительную, но это, в общем-то, не одна, наверное, такая вещь, многие находили. Мы нашли в огороде, когда копали картофель. А оказалось, муж потом рассказывал, что у них дома часто вот такие вот, раньше же не было всяких украшений и игрушек. И вот дома стояли вот на комодах вот такие вещи. Сколько сегодня экспонатов в музее и какова их ценность, руководитель сказать не может. Но уверена, что не придумана еще такая валюта, которой можно оценить находки ушедшей истории. Наталья Алаева, Сергей Чижов. Новости нашего города.